Деяние 10 глава, там есть такие слова об Иисусе Христе, очень сильные. И так написано, что Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, исцеляя всех обладаемых дьяволом. Аллилуйя! Скажи всех! Силы Иисуса хватил... Это тоже хорошо. Что? Силы Иисуса хватило на всех больных и на всех обладаемых. Иисуса достаточно на всех. И сегодня Иисус, Он в нас. Скажи, Иисус во мне. И Иисус был помазан Духом Святым и силою, для того, чтобы люди вокруг, они были освобождены. Любовь Иисуса, это не просто эмоции. Любовь Иисуса, это направление к людям, и когда, которым Он шел для того, чтобы изменить их жизнь. Слепые видели, глухие слышали, немые говорили, хромые скакали. И потом мы видим ту же самую картину в книге Деяний, когда то же самое происходит с людьми. Потому что любовь Иисуса, это направление сердца, облеченного в силу Божью, для того, чтобы жизни людей были изменены. И сегодня мы сталкиваемся с этим, мы видим это. Но сегодня вместе с этим, я думаю, мы должны давать место вот этим вот, уже говорил, вот этим вот переживаниям, когда ты видишь, что может быть у тебя не все получается. Когда ты видишь, что не на все молитвы там ответ. Мы идем с сыном, у нас там рядышком общество слепых было, и он мне задает вопрос, сын, пап, а вот Иисус же, Он же давал зрение слепым. Я говорю, да, сын. Он говорит, а сегодня Иисус живой? Я говорю, да, сын. А почему сегодня слепые не получают зрение? И я не могу сказать, да, сын. Понимаете? Но это вопрос, на который я хочу ответить. Я не хочу ответить теологически. Я хочу увидеть людей, которые видят. Я хочу увидеть людей, которые слышат, хотя они этого не имели возможности. Есть желание такое? Братья и сестры. Знаете, оно кроется. Я не просто хочу возбудить эмоции, но хочу не дать возможности уснуть эмоциям, которые они внутри, как несогласие с тем, что происходит, то, что не должно происходить. Дьявол не сильный, Иисус сильный. Знаете, болезни не сильные, исцеляющая сила Господа сильная, бесы не сильные, освобождающая сила Иисуса Христа сильная. И Он говорит, у верующих будут сопровождать все знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Возложат руки на Балихе, они будут здоровы. И мы читаем Библию, потом мы смотрим на себя. Я хочу сказать, а нам надо снова посмотреть в Библию, потому что то, что в Библии более реально. И я хочу видеть пути. Господь, покажи мне пути восхождения, потому что я хочу ответить на нужды людей, для того, чтобы имя Иисуса прославилось, для того, чтобы Царство Божие умножилось, чтобы на небе было множество людей, множество людей. Когда-то мы ездили, горел огонь, и мы ездили к Удыгейцам. Мы приехали с брата Романа первый раз, это просто Красный Яр, это где-то далеко в тайге. Мы просто поехали, потому что мы прочитали, что на земле нет ни одного спасенного Удыгейца. Знаете, сказали, нет, так не должно быть, потому что в Библии написано, что все народы будут славить Господа, и мы хотим верить в Писание больше, нежели вот в эту реалию. И мы поехали туда, на этих «Жигулях», ну для нас это нонсенс, поехали на «Жигулях» 99-х, приехали, поставили во дворе на ночь очень авторитетного человека, там в деревне, на утро у нас были 12 дыр в колесах. В деревне, в которой нет электричества, нет шиномонтажки, и у меня только одна запаска. И это было просто удивительно. Мы пришли, смотрели, хозяин вышел, просто стоит, там авторитетный человек, затылок чешет, говорит, как? Так, они оскорбили меня. Ну, там гость, там дом, забор, собака, бесполезно. Мы понимаем, мы приехали по адресу, аллилуйя, мы объявили богослужение, мы объявили собрание, и неважно, что может быть не собралось тогда ни одного человека, мы объявили собрание во имя Господа, и ночью ходили по этим улицам, смотрели на удыгейцев и молились, молились. Это было много лет назад. Потом братья ездили, потом в детские лагеря проводили, слушение, больше колес уже никто не протыкал, понимаете? Потому что хватка дьявола должна ослабевать. Потому что мы не упрашиваем его, мы оказываем давление на него. Наши молитвы должны оказывать давление. Знаете, мы должны прийти в место, когда молитвы не только должны быть искренние, они должны иметь ведение. Понимаете? Не только искренние молитвы, но имеющие ведение и облеченные в силу Святого Духа. И мы сегодня, или просто я скажу, недавно у нас было собрание, там братское, на севере Приморского края, и там было два спасенных удыгейца, крещённые водой и крещённые духом. У одного из них спасённая удыгейская семья и трое или четверо детей, и худыгейцев бегают на собрании. Аллилуйя! Статистика рухнула. Иисус Великий. Но должно родиться вот это вот. Понимаете, я не согласен. Потому что я хочу, вот чтобы вот это Писание написано, что Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать истины. Иисус, Ты можешь нам дать больше. Я хочу показать, может быть, одну ступень восхождения, которая прописана в Библии, но которая потрясает меня. Я хочу на это сказать да и аминь, на то, что я сейчас скажу. И первая ступень, мы должны иметь власть. И мы её во сути, мы её имеем. И написано, что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал, что? Скажи. Он дал власть быть кем? Однажды они сказали, они решили изгнать беса и сказали именем Иисуса, которого Павел проповедует. Помните? И на что Он сказал, Иисуса знаю, и Павел неизвестен. Это не было улыбкой. Павел неизвестен. Павел неизвестен. Понимаете, Павел делал своё дело. А потом говорит, а вы кто? А вы кто? Понимаете, вопрос. Я неодержимый. Смотрите так на меня. Не, я точно неодержимый. Всё нормально. Понимаете, а вы кто? Один брат мне рассказал, как он изгонял беса из своего друга. Мне так запомнилась эта история. Давно это было. Он просто друг нормальный. Вдруг в нем проявился бес. И он говорит, я начал молиться за него. Он говорит, в нем сила такая была. Говорит, у меня кресло стояло. Старое, знаете, кресло. Тяжеленное вот эти вот. Распаду он взял его просто. Ну, насколько я помню, взял, поднял. Он над собой идёт. Он говорит, убью. И кресло над собой держит. Силища такая. Говорит, кто ты такой? И брат ответил. Я сын Божий. И он упал и уснул. Аллилуйя. Власть дал тем, которые приняли его быть с детьми Божьими. Всё. Мы это имеем. Поэтому верующие будут сопровождать сие знамения. Знаете, но если мы не будем этого пробовать, это не произойдёт. Поэтому нам не надо строить на своём опыте. Нам нужно строить на Слове Божьем, которое более истинно, чем мой опыт. Чем мой опыт. Я вижу там, я хочу продолжать. Я не хочу бояться опозориться. Ой, не получилось. Какая ерунда. Знаете, потому что влечёт вот эта любовь к людям. А Писание говорит, это возможно, сын. Это возможно, дочь. Знаете, и мы сталкиваемся с другой позицией. Всё-таки Иисус был помазан Духом Святым и силой. Я бы хотел сказать о том, что нам нужно возрастать в силе и во власти. И как же это происходит? Знаете, а происходит это зачастую очень и очень просто. Но в нашей жизни это становится очень и очень сложно. Наверное, вы сталкивались с такими мыслями о том, что вот если Господь мне даст, я пойду и сделаю. Вот если Господь мне даст деньги, Жень, вот если Господь даст, я пожертвую точно. И вот такое вот есть такое. Ну вот, Господь вот даст мне силу, я пойду и буду это делать. Господь даст мне власть, я пойду и этим займусь. Знаете, а на самом деле все наоборот. Я хочу предложить одно потрясающее место, которое недавно меня, просто оно потрясло меня. Просто, это об Иисусе. Послушайте, владычество Его на раменах Его. Послушайте, владычество Его на раменах Его. Что такое на раменах? И почему владычество присутствует? На раменах, у священника на раменах был кидар. Вот эти 12 камней, олицетворяющих 12 колен, Израиль, они были на груди, они были на кидаре, они были у сердца. Это не было легкое что-то, это не были маленькие камушки весом 20 грамм, это были серьезные камни, большие, 12 камней, 3 на 4, и они были на груди, они были у сердца. Бог благословит путь сердца, братья и сестры. Вот когда ты не просто на кнопки нажимаешь, позевывая вот это бы, вот это бы, а когда у тебя в сердце это есть. Смит Вигглсворд, говорят, он воскресил из мертвых порядка 12 человек. Ну, точно информации нет. Он исцелил людей от рака и от очень тяжелых заболеваний. Он был радикальный человек. Он орал, он говорит, почему ты орешь на людей? Он говорит, я ору на дьявола. Ну, вот такой был человек. Он исцелял очень сильно. Ну, вот мне нравится путь его. Как он ходил, говорит, я ходил, я видел больных людей, я возлагал на них руки. И, знаете, ничего не происходило. И я просто плакал, я просто плакал, ничего не происходило. Я находил еще другого больного, я снова возлагал на него руки. И снова ничего не происходило. Я снова плакал. И так третий раз, и так четвертый раз, и так пятый раз. И потом, когда наступило время, и небо посмотрело на землю и сказало, кому-то я должен дать дар исцелений. Он увидел этого плачущего, не успокаивающегося человека, который желает исцеления людей, освобождения людей, спасения людей. Я хочу сказать, что второе, на раменах, это на плечах. Это на плечах. И вот этот вот на раме, он на плечах. Он висит, и он тяжесть имеет. Когда из Египта выходил народ израильских, они несли тесто, они несли на плечах. Левиты носят ковчег на плечах, братья, сестры. И вот эта картина, иди сюда, сделай вот это вот. У него, знаете, так просто, но у него есть власть над ребенком. Почему? Возьми ее. Потому что отец, он носит ребенка на плечах. Он может носить на плечах, и не важно, сколько дитя весит. Не важно, просто он носит. Ему тяжело тебе? Нет. Почему тебе не тяжело? Потому что она моя. Аллилуйя. Слава Господу. Она его, и поэтому носит. Ты папу любишь? Да. Вау. Все, садись. И поэтому, братья, сестры, здесь, с другой стороны, еще одно место Писания написано. Я скажу к народам, и они понесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Знаете, давайте мы будем брать на плечи. Власть потом придет. Когда ты готов взять на себя ответственность. Давайте мы не будем рассматривать сейчас. А могу я это? А могу? Да я хочу сказать. Да может быть ты и не сможешь. Да может у тебя не получится. Но если у тебя горит огонь, и ты готов просто в это взять, и ты не можешь говорить, Господи, дай мне власть, и я пойду это делать. Знаешь, Господь, я пойду это делать. Эти больные ВИЧ, эти наркоманы, или просто бизнесмены, эти власть имеющие, эти больные, слепые. И Господь, ты это делал там. Я хочу увидеть это здесь. Господь, я хочу этого. Я пойду, я буду возлагать руки на них. А ты, Господь, двинься. Знаете, владычество на раменах. Если я возьму это, если я не испугаю взять это на свои плечи, и я пойду с этим, то Господь даст и владычество, и власть, и силу. Не сперва это, а потом вот это. Сперва я подставляю себя, поэтому просмотрите, приедете в свои города, посмотрите на свои города по-новому, посмотрите нуждающихся людей не как деревья, посмотрите сферы, в которых есть тьма, и там нет ни одного христианина. Как один миссионер, который, он просто избрал для себя место, для миссионерских полей, он взял миссионерский бюллетень и нашел страну, в которой нет ни одного миссионера, и написал у себя в дневнике. Из этого я понял, что Бог посылает меня в эту страну, там нет ни одного миссионера, и он и поехал, и положил там душу свою, но спас тысячи людей. И там сегодня миссия стоит, потому что человек выбрал, нехорошее, не доброе, неудобное, где нет Христа, где сегодня во Христе нуждаются. Я подставляю свои плечи, пожалуйста, я на плечах своих дотащу вас до Царства Божьего. Это не будет легко, это будет тяжело, но чем будет тяжелее, тем больше Бог будет давать силы и власти. Аллилуйя, он ходил везде и исцелял всех обладаемых дьяволом. Аллилуйя, слава Господу, подставим свои плечи для того, чтобы носить бремена.